У нас сегодня действительно праздничный день. Все-таки, посмотрите, мы сейчас заглянули в историю. 15 лет исполнилось Дню предпринимателя Ленинградской области. Так сказать, практически параллельно с Ленинградской областной торгово-правочной палатой. А вообще, путь, который мы проделали... Но часть людей еще помнит время, когда в нашей стране были статьи за спекуляцию, валютные операции и все прочее. А сейчас мы дожили до того, что в 2017 году вы... Ну, посмотрите, где вы сидите. Вы захватили власть в Ленинградской области. Здесь сидит законодательное собрание, фактически. Вот. Такое действительно внимание выделяет Ленинградская область предпринимателям на абсолютно регулярную же основе. Это не носит характер каких-то акций. Знаете, ой, вспомнили, надо тут тоже. Мне самому очень приятно, что я становлюсь участником и свидетелем этого и вижу, как планомерно с самых разных позиций здесь правительство области и общественные организации стараются максимально помочь. Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Очень приятно, что мы встречаемся в наш профессиональный праздник, День предпринимателя. Я хочу сказать, что предпринимательство Ленинградской области этот праздник отмечает с 2000 года и традиционно дата у нас остается неизменным, 19 декабря, и мы всегда стараемся по этому дату не просто отметить праздник, но и провести подведение итогов, как же проходит год минувший, что он нам дал, что мы ожидаем в следующем году. Я хочу сказать, что цифры, они говорят сами за себя. Если посмотреть 2000 год, количество субъектов малого предпринимательства, включая идеальных предпринимателей, было 12 тысяч, и 17 год 61 тысяча. То есть такой реальный рост. Количество субъектов малого предпринимательства, есть такой показатель, считается на тысячу жителей, это такой российский стандарт. У нас было 7,1, сейчас 34,1, то есть здесь вообще очень знаковые цифры. И, наверное, не могу не остановиться на выделении средств на поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства из регионального бюджета. В 2000 году, ну, стыдно сказать, всего было выделено аж 300 тысяч рублей. В 2017 году 367 миллионов, это только цифра, только цифра, которая идет через комитет малого и среднего бизнеса и потребительского рынка. У нас еще есть финансирование через комитет по агропромышленному комплексу, у нас есть финансирование через комитет по экономике инвестиций, у нас есть финансирование, которое идет через субвенции, выделяемые муниципалитетом, у нас идет софинансирование в виде адресных программ, и у нас идут различные формы, так сказать, инвестиционной поддержки в виде законов и подзаконных актов. То есть, в принципе, если брать общую сумму, то набегает достаточно прилично, и в любом случае это не пределы, мы прекрасно понимаем, что нам есть над чем совершенствоваться, и нам есть куда расти. Во-первых, мы получили от вас первое, это ежегодное рост числа предприятий малого и среднего бизнеса 6% по этому году, рост оборота, кстати, за один только год 12%, рост налоговых отчислений 11% и объем инвестиций в основном капитал, рост 5%. То есть, вот сегодня предъявить претензии к вам, что мы за несколько лет нарастили объемы поддержки, а где же от вас отдача? Вот она вся здесь в цифрах видна, абсолютная отдача, огромное вам за это спасибо, огромные слова благодарности за то, что вы прежде всего создаете рабочие места. Но мы с вами идем по правильному пути, мы, так сказать, не даем, значит, как иногда говорили, чтобы из обезьяны получился человек, нужно было действительно давать не банан, а нужно было давать палку. Вот мы действительно даем возможность людям с ограниченной возможностью зарабатывать деньги, получать заработную плату для меня, вот, с психологической точки зрения, это очень важно. Мы сегодня поддерживаем стабильность государства, это точно. Парсионально вас прошло. Мы видим, вот на примере, как раз по высокой, это тысячу раз увеличение произошло, колоссальное за 17 лет. И, я думаю, здесь действительно положительный климат создан для развития бизнеса в целом, и малого зрения предпринимательства в частности. Я, так сказать, поднял два показателя, которые характеризуют резкое развитие вообще бизнеса Ленинградской области. Если в 2016 году в национальном рейтинге Ленинградская область была на 34-м месте, то пользователь от 17-го уже на 20-м. Вот это две цифры, которые характеризуют положительную динамику. Не то, что положительная, это действительно рвок. Это я хотел отметить, что Ленинградская область неспроста стала площадкой для проведения конкурса на инновационный бизнес-навигатор, который внедряет корпорация малого и среднего предпринимательства. Мы выбрали пять таких регионов. Это Московская область, Ленинградская область, Краснодарский край, Красноярский край и Тульская область. Спасибо вам, предпринимателю, с праздником, с пожеланием успехов, здоровья и счастья. Спасибо, что наша главная цель – получить обратную связь, услышать вас, коллеги, услышать о том, что вас беспокоит, какие у вас проблемы, и услышать об опыте тех проектов, которые вы реализуете. У нас в году есть одна точка, в которой не чиновники являются главными и оценивают бизнес, а бизнес является главным и оценивают чиновников. Но, все-таки, главная задача – это дать удочку, дать доступ к рынкам, дать доступ к госзакупкам, дать доступ к закупкам крупных предприятий и немножко поддержать финансы. Союз промышленных предпринимателей, также все объединения, успешно работающие на территории нашего региона, ставят перед собой много задач по развитию бизнеса, но, в первую очередь, это выработка предложений по преодолению барьеров. Так, чтобы поднять уровень дохраневательства, поднять престиж предпринимательства, ввести на территории региона те или иные почетные звания для... То трудоустройство, которое ведет у вас на предприятие, людей с ограниченными возможностями – это не только социальный долг, это большая поддержка со стороны региона, которая в этом направлении идет. Коллеги, мы с вами сегодняшнее мероприятие проводим в рамках «Перед Новым годом». Мы будем поздравлять наших близких, мы будем поздравлять наших сотрудников. Вы знаете, к нам обратился центр «Место под солнцем», это фонд, который работает на территории нашего региона, если можно дальше, обратился с большой просьбой. Формируются подарки для детей в малобеспечных семьях, для детей с ограниченными возможностями. Не идет речь о деньгах. Найдите возможность послать своего менеджера и связаться по этим телефонам, например, послать коллегу с 10 пачками фломастера, 10 игрушками, 10 картинками, ну и так далее, и так далее. Огромная просьба, отзовитесь, и я уверен, что жизнь на территории нашего региона будет более светлой, более доброй, более благоустроенной. Ну и вот наше взаимоотношение с теми людьми, ради которых мы работаем, оно будет более светло. Я уверен, что в следующем году наше сотрудничество будет более деятельным, еще более деятельным под руководством губернатора. Спасибо. Татьяна Дамбровская, я и я с основателем бренда «Патриотка». Мы изготавливаем кокошники для современной девушки. Патриотка, а именно слова Владимира Владимировича Путина. На одной из конференций он сказал, что настоящий патриот тот, кто знает, как и чем он может быть полезен в своей отчизне. Слушай, я точно знаю, ведь кокошников современной интерпретации на сегодняшний день нет. Это наш исконно русский головной убор. Ему место сейчас, в 21 веке. Мы расшиваем все вручную, дабы показать уровень. Автомобили немецкие, вы в Толяцках, как кошенька от бренда «Патриотки». Русский наш, сделанный хорошо. Где с гордостью мы можем сказать, что есть продукция, которой не стыдно. Я максимально, то есть это не просто слова, я доказываю это даже просто тем, что стою сегодня здесь и рассказываю вам, победив в этом конкурсе. Мне очень приятно, что есть огромная поддержка, потому что начало, есть у меня свое производство, устроено три человека. По оргштатному расписанию работают 12 вышивальщиц. Мне очень приятно, потому что в начале пути меня поддержал комитет по развитию малого и среднего бизнеса, который выделил деньги. И вот этот кредит доверия, который ты получаешь, это очень важно. И хочется идти дальше, стремиться показывать уровень. Свои кокошники я представляю в Риме, в Америке, в Москве. Потому что Владимир Владимирович сказал, что это год единства. Мы объединим всех в нашем национально-русском головном уборе. Это будет очень красиво, мощно, патриотично. Будем бренд продвигать, поэтому это действительно такой хороший российский бренд. И правильно вы скажете, что мы возили не только матрешку, но и кокошника. Спасибо за такое эмоциональное выступление. На самом деле все идет в тему. И не случайно мы говорим про следующий год туризма. Я поставил задачу перед комитетом по туризму и перед комитетом малого и среднего бизнеса о том, что мы должны поменять структуру сувениров и оценку сувениров в Градской области. Мы не должны делать так, что у нас люди, которые приезжают в Выборг, в Гатчину, в Тихвин или Старую Ладогу, уезжали с сувениром, там какой-то магнитик, который сделан в Китае. Самый ценный сувенир, я, например, когда где-то бываю, я сейчас стараюсь купить хайп-мэйд-сувенир. То есть тот сувенир, который сделан на этой территории руками людей, которые живут. Мы переходим к награждению. Награждается Ирина Анатольевна Басина, директор ООО «Банадзор». Лучший в социальном предпринимательстве, лучший в малом бизнесе в сфере услуг, и первое место ООО «Лидер» Ирина Николаевна Васильева. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Наша компания «Городик Медисеп» основана в 2014 году. Занимается нашей компанией клиниными услугами. Мы предоставляем физическим лицам и юридическим лицам профессиональную группу. Что я хочу вам пожелать? Чтобы в наступающем новом году у вас было здоровье, энергия, точная амбиция к достижению новых целей. Потому что для предпринимателя это главное. Будут амбиции, будет успех. Ну и конечно, чтобы росла экономика России, Ленинградской области, чтобы был спрос на вашу продукцию, товары и услуги. Вы будете богатеть, приходите к нам с интересными предложениями, с критикой. Мы будем меняться и помогать вам. АПЛОДИСМЕНТЫ Участие в таком мероприятии было очень полезно, во-первых, для имиджа организации. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и соответственно, это своего рода благодарна за наши труды выразилась. Вот в таком виде. С грамотой. Все. Будет в офис везде. Ну, начинала я с бюджета в 15 тысяч рублей, имея в кармане. АПЛОДИСМЕНТЫ Первая моя техника была, это промышленный пылесос «Мохито» и, соответственно, запутывающие петры, швабры. И команда была создана из своих подруг, знакомых. Вот таким способом начинала организация работать. Со временем, конечно, уже достигнуты большие результаты, и договора большие заключены на обслуживание. И на посварите мы участвуем, в услуге мы участвуем со своей работой. Но хочу еще заметить, это не только моя заслуга, вот эта награда. Добились мы полностью такого развития с помощью созданной команды в организации, хорошей команды. Это и администраторы, это и бригадиры, это и менеджеры по развитию. То есть все вместе. Финансовая поддержка была большая, была приобретена техника, с помощью которой мы стали большие объемы брать. И юридических, весьма более профессионально стали обслуживать. Ну и, соответственно, не только мы получили выгоды, но и наши сотрудники, это инвалиды, они получили рабочие места, получили стабильную зарплату, они интегрировали в общество, прошли трудный путь за год. Ну, сейчас уже это все лобализовалось, и достигнут определенные успехи, естественно, и у них в работе, и у нас в организации. Притом техника не только для офисов, а для производства, для прилегающей территории. Это химчистка, у нас направление открыто уже взяла год, это выездная химчистка. Ковер не надо нести куда-то в определенное место, наша бригада мобильная, выезжать непосредственно к вам на квартиру, выполнять работу в течение часа. Чистый ковер, экологически, для детишек. Хотела бы отметить, что большую роль сыграла в нашем развитии это центр занятости Пистарева Надежда Григорьевна, директор Кингисепского центра занятости, и сотрудник Щукина Елена Ивановна. Из каких источников вы получали финансирование? Как раз таки с Кингисепским центром занятости мы работали вплотную полтора года, участвовали в программах. Без них, естественно, наша организация не достигла бы таких результатов в 2017 году. У нас заключен контракт с Требритовцовым центром. Мы помогаем детишкам Мэн Бали, и там предоставляем сиделочек, и собираемся уже третий год заключать контракт и предоставлять эти же услуги нашим детишкам. Конечно, в 2018 году мы постараемся и будем добиваться общения с нашей администрацией. Возможно, они нам также помогут в объемах, дадут нам объемы работ, пойдут нам навстречу. Опять же таки, не только нам помогут, но и людям с ограниченными возможностями. Можете ли вы работать в других регионах, в других городах? Да, конечно. Можем и будем работать в других городах, и не только в Ленинградской области. Вообще рассмотрение у нас, конечно, город Таллинн. То есть вы готовы за рубеж выйти? Да, мы готовы. Возможность вашей компании выйти и на европейский рынок, и вы думаете, вы сможете туда пробиться? Ну, это то, что мы думаем, а то, что на самом деле, конечно, это очень сложно. И без помощи определенных людей, возможно, администрации, тот, кто имеет на это какие-то выходы, общения, знакомства, одним, конечно, не выжить. Конечно, понимается, что участие не только в нашем городе, не только в нашем районе, но и в других городах, и в ближайших, и далеких открываются фенеры. То есть это все в наших силах, все в нашем будущем. Спасибо. Спасибо.